В обществе всегда найдется человек, который идет против его правил. И даже не просто против правил, а против самого общества, показывая всю подноготную лицемерие этого самого общества. Встречайте анархиста, мефистофель туманных улиц Лос-Анджелеса, самопровозглашенный принц тьмы, легенда современного рока. Какими только фантастическими титулами не обзавелся Мэрлин Мэнсон за три десятка лет своей музыкально-общественной жизни. Меня зовут Александр, вы на канале Рокипедия, и сейчас вы узнаете всю биографию великого Мэрлин Мэнсона. Погнали! Брайан Хью Уоррен, более известный под псевдонимом Мэрлин Мэнсон, американский рок-певец, композитор, актер, поэт-песенник, художник и бывший музыкальный журналист, основатель и бессменный лидер рок-группы Мэрлин Мэнсон. Его сценический псевдоним сформирован из сложения имен двух американских знаковых фигур, а именно актрисы Мэрлин Монро и преступника Чарльза Мэнсона. Псевдоним согласно концепции дихотомии добра и зла, два взаимоисключающих понятия. Детство Брайана не предвещало такой карьеры. Мать мальчика Барбара Джей Уоррен была медсестрой, отец Хью Ангус Уоррен, торговцем мебелью. Родители, имевшие английские, немецкие, польские и корни индийского народа Сиу, были религиозными, но исповедовали разные направления – христианство, катализм и протестанизм. Единственного сына с раннего возраста мама водила в протестантскую церковь, стараясь привить любовь к Богу, а в пять лет его отправили в христианскую школу. Однако, несмотря на всю праведность его родителей, нельзя сказать такого о дедушке и бабушке. Они проживали в двух минутах езды от Уорренов, а с ними – тетя, дядя и чад. Бабушка Беатриса была родом из очень богатой семьи. При этом она запомнилась внуку с вечно сползающими чулками и париком, который никак не хотел сидеть на голове. Она часто готовила и старалась запихнуть в своих внуков то коронный мясной рулет, то желе. Над столом в комнате бабушки висел уже пожелтевший от времени портрет папы римского и фамильное дерево, из которого было видно, что род Уорренов имел немецкие и польские корни. Но особое влияние на мировоззрение мальчика оказал дедушка Джек Уоррен. Когда Брайан был совсем маленьким, деду поставили диагноз «рак горла», поэтому ребенок никогда не слышал его настоящего голоса, а только сипы, кашель и хрипы. Большую часть времени дед проводил в своем подвале, в котором строго запрещалось входить всем и из которого всегда неприятно пахло. На полу подвала располагалась железная дорога, а вся остальная мебель была напичкана порнофильмами и подобными фотографиями. Дед был абсолютно уверен, что никто не знает, чем он там занимается. Он и не подозревал, что два малолетних внука следили за его тайной сексуальной жизнью. Позже, в автобиографической книге «Долгий трудный путь из ада» артист описал все кошмары, скрывавшиеся за фасадом христианской школы и их домов. В частности, он предельно честно рассказал о том, как другие дети издевались над ним, думая, что он гей, как отец грозился отвезти его к проститутке и что дедушка был сексуальным извращенцем. В детстве Брайан часто слышал, как дедушка удовлетворяет себя в подвале под аккомпанемент странных звуков, издаваемых его горлом после трахеотомии. Я благодарен дедушке. Он донес до меня одну простую истину. В подвалах Америки не все так благопристойно, каким кажется. Сопоставление библейских заповедей с поведением окружающих показало подростку фальш общества и спровоцировало его на знакомство с философией Фридриха Ницше. В ней ему показалась интересной мысль присутствия в каждом человеке с светлой и темной стороны, бога и дьявола. Он сделал ее впоследствии основополагающей в своем образе и творчестве. Но по словам Мэнсона, он атеист и сатанизм никогда не исповедовал. Хотя в СМИ его не раз называли самым известным сатанистом в мире. Педагоги изо всех сил старались вбить своим подопечным в голову представление о том, какую музыку не надо слушать ни в коем случае. Брайан, как это часто бывает с детьми, взбунтовался против навязываемого мнения и пошел от противного, став ярым поклонником хард-рока. В школе он писал стихи, издавал журнал «Stupid» и увлекался именно той музыкой, которую не рекомендовали слушать педагоги – Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Beatles, David Bowie. Когда Орен окончил 10 классов, его семья переехала во Флориду. Там он поступил в школу и получил среднее образование. Затем он изучал журналистику в колледже, продолжал писать стихи и параллельно работал в изданиях. Во время работы в журнале Брайан познакомился с гитаристом Скоттом Путески. В 1989 году они создали рок-группу. Именно тогда ему пришла в голову идея взять псевдоним Мэрлин Мэнсон, а музыкальный коллектив имел первоначальное название Мэрлин Мэнсон and the Spooky Kids. Состав группы менялся неоднократно. Бессменным оставался лишь ее лидер и вокалист Мэнсон. Поначалу они выступали в рок-клубах, потом молодая группа заинтересовала музыканта Трента Резнера, основателя индустриал-рок-группы Nine Inch Nails. Он пригласил начинающих музыкантов выступить у себя на разогреве, а вскоре стал их неформальным наставником. Именно Трент выдвинул идею на выступлениях группы Мэрлин Мэнсон делать ставку на шоу, поэтому во время их концертов можно было увидеть на сцене все, что угодно. Мужчин, поющих в женском нижнем белье, обритые козлиные головы, распятых девушек, сидящих в клетках. За счет таких шоу группа набрала популярность еще до выхода в свет их первого альбома. Рок-группа быстро стала популярна благодаря фирменному вокалу, неповторимому гитарному саунду, а также выступлениям с элементами перфоманса и театра. Женская одежда, яркий макияж, колготки, гнетущая атмосфера, устрашающий антураж. Для певца и его сподвижников не существовало ограничений в том, что касается сценических образов и реквизитов. В 1994 году на звукозаписывающей студии Трент Резнера Мэрлин Мэнсон со своим коллективом записал первый диск «Portrait of an American Family», который по результатам продаж в Америке стал золотым. Мэнсон, как антихристианская фигура, активно эксплуатировал этот образ на восходе раннего творчества группы, что логично привело шокового деятеля на порог к другому, но уже истинному сатанисту. Во время тура с «Nine Inch Niles» в 1994 году Мэнсону поступил ночной звонок в отельном номере. С артистом, чья карьера была только в зачаточном состоянии, связался представитель американской церкви «Сатаны» и назначил встречу со своим основателем. «Доктор хочет увидеться с вами? Приходите один!» 25-летнего музыканта встретил глубоко за полночь прислужник церкви в имениях главы культа в окрестностях Сан-Франциско. Мэнсона безмолвно сопроводили по темным коридорам в тускло освещенный кабинет, куда вскоре явился тот самый доктор Антон Лавей, основатель и верховный жрец церкви «Сатаны», он же автор «Сатанинской Библии». «Ваш псевдоним – это симбиоз различных крайностей, что по сути и является сатанизмом, но я не могу обращаться к вам как Мерлин, так что могу ли я называть вас по имени Брайан?» Мэнсон и Лавей беседовали несколько часов, обсуждали свои верования и дискутировали над взаимосвязью между юридическими правами человека и фундаментальными принципами сатанизма. Основатель в конце визита объявил Мэнсона почетным преподобным церкви, подарил удостоверяющий документ и сделал с артистом фотографию на память. В этом же турне, выступая на сцене, Мэнсон в ходе перформанса искромсал верхнюю часть своего туловища слева направо разбитой пивной бутылкой, запачкав кровью зрителей и оборудование. «Я сверлил кожу до тех пор, пока стекло не достигло обратной стороны моего туловища». Глубокие многочисленные порезы на груди с годами превратились в выступающие шрамы, с которыми рокер живет до сих пор. Опыт обильного самоповреждения повторился как минимум во время записи альбома «High End of All» в 2008 году, когда, по признанию музыканта, на почве душевных терзаний после расставания с актрисой Эван Рэйчел Вуд, он нанес на своем лице и руках с помощью бритвы суммарно 158 порезов по разу после каждой неподнятой трубки со стороны бывшей возлюбленной. Позже был выпущен клип на композицию «Run into the Age of the World». В нем вокалист до смерти избивал персонажа, копию своей экс-подруги. Видео получило всеобщее осуждение за якобы восхваление рок-певцом насилия в отношении женщин. В 1995 году интервью «High Times» у Мэнсона был непринужденный диалог с журналисткой Зеной Царфин о курительных наркотиках. В разговоре рокер вспомнил случай, как он и гитарист группы Джорди Уайт, в то время известный как Твиги Рамирес, вместе курили человеческие кости, которые находили на ночных прогулках и тусовали по мешкам. В Новом Орлеане кости повсюду торчат из земли. Ты их можешь насобирать, как ягоды. Они сохранили кости вплоть до обратной дороги в Лос-Анджелес, где в отеле решили их раскурить вместе с незнакомцами в номере. По словам Мэнсона, пахло горелыми волосами, сильно било в голову и заливало красным глаза. В тот же вечер, сразу после костей, кто-то в номере пытался подкурить конфеты Тик-Так. Спустя два года после дебютного альбома вышел второй, Антихрист Суперстар, две композиции из которого попали в мировой хит-парад. Теперь о группе заговорила вся Северная Америка, так как коллектив использовал сатанистскую атрибутику и пропагандировал образ анархиста, что помимо возросшей популярности сразу же получило кучу негативных отзывов от христианских общественных организаций. Но Мэнсон парировал, что именно такого ажиотажа он и ждал. Цель альбома была произвести эффект разорвавшейся бомбы, которая в пух и прах уничтожила американскую иллюзию справедливости. Группа отправилась в длительное турне, повергая в шок своими шоу даже самых отъявленных поклонников мракобесия. Несмотря на это, популярность коллектива росла действительно не по дням, а по часам. Фанаты боготворили Мэнсона. Церковь ненавидела. А власть то и дело пыталась запретить его концерты. В 1998 году был записан третий альбом Machinist Animals в стиле глэм-рока. Успех был грандиозным. В большинстве стран он вошел в лучшую двадцатку. В 2000 году вышел диск Hollywood. Два этих альбома стали лучшими в творческой карьере Мэнсона. И по миру разошлись миллионным тиражом. После этого популярность группы пошла на спад. В пик карьеры певца в прессе муссировалось множество абсурдных слухов. Таблоиды писали о том, что Мэнсон удалил нижние ребра и пигмент из радужки глаз. Пил кровь христианских младенцев. Занимался интимными утехами с животными на сцене. Проглотил кошку целиком во время концерта. Демонстративно отрезал хомяку ноги. Ампутировал гениталии. Список можно продолжать до бесконечности. В конце девяностых, начале двухтысячных, одно только имя Мэнсона, ставшее нарицательным, вызывало ярость у благочестивых христиан. Но за пестрым имиджем скрывался совсем другой человек. Ранимый эмоциональный. В 99 году рок-команда отправилась в турне. Последние его концерты музыканты отменили из уважения к жертвам трагедии в школе Колумба. Где два подростка убили 12 детей и одного учителя, после чего застрелились сами. Общественное мнение тогда едва ли не обвинило певца в том, что он вдохновил их на насилие. Но впоследствии выяснилось, что эти двое школьников не были его поклонниками. А сам Мэрлин во время интервью на эту тему произнес очень мудрые слова. Если бы те дети из школы Колумбайн сейчас были здесь, что бы ты им сказал? Я бы не стал им ничего говорить. Я бы просто их выслушал, чего в действительности никто не сделал. В рамках мирового турне в поддержку диска в ноябре 2009 года музыкант посетил Санкт-Петербург и Москву, где уже выступал и ранее в 2001, 2005 и 2007 годах. 2012 год ознаменовался выходом восьмого студийного альбома коллектива Born Willen. Дебютировал на десятом месте в Billboard 200. Диск две недели фигурировал на первой позиции в J-Rock Albums. В рамках грандиозного тура в его поддержку он выступил с концертом в Петербурге. Однако через пару лет, в 2014 году, намеченный на 29 июня, король ужаса в Новосибирске был отменен по решению городских властей. Официальным основанием отказа в представлении площадки для выступления было названо проведение мероприятий в честь Дня города. Но реальной причиной срыва шоу фанаты считали обвинение музыканта в пропаганде гомосексуализма и в оскорблении чувств верующих. В тот же период его выступление на фестивале Park Life, проходящем в Москве на ВДНХ, также было отменено. Вначале православные активисты под руководством фанатичного Дмитрия Энтео забросали яйцами автобус рок-музыканта, а затем поступило анонимное сообщение о якобы заложенной у сцены бомбы. Случившееся певец прокомментировал в своем твиттере, описав его как «какой-то хаос». Множество препятствий встретил музыканты его группы на пути, однако и по сей день они продолжают свою работу. Хотя сейчас это довольно затруднительно, поскольку Брайанов в этом году атаковали различные его бывшие женщины, обвиняя в физическом и психологическом насилии. 1 февраля 2021 года актриса Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэнсона в психологическом, физическом и сексуальном насилии в социальных сетях. После заявления Эван Рэйчел Вуд аналогичные заявления сделали еще четыре женщины – Сара Макнили, Эшли Линси, Морган, Габриэла и Эшли Олтерс. Кто все эти люди? Вскоре после заявления Мэрилин Мэнсон был вырезан из третьего сезона сериала «Американские боги». Также было прекращено производство эпизода сериала «Калейдоскоп ужасов» с его участием. Звукозаписывающий лейбл Loma Wister Recording, который выпустил два предыдущих альбома Мэнсона, заявил о прекращении работы с артистом. Сенатор американского штата Калифорния Сьюзен Рубио обратилась к директору ФБР Кристоферу Рэю и к исполняющему обязанности генерального прокурора США Монти Уилкисону, призывая их расследовать обвинения, выдвинутые против Мэрилина Мэнсона. Мэрилин Мэнсон прокомментировал обвинения в свой адрес, назвав их искажением реальности. «Мои творчества и личная жизнь давно вызывают неоднозначную реакцию, однако недавние утверждения обо мне стали жутким искажением реальности. Я всегда вступал в интимные отношения исключительно по обоюдному согласию. Правда в том, что кто-то, неважно как и для чего, решил сейчас исказить прошлое». Бывшая жена Мэнсона Дитта Фон Тис написала у себя в Инстаграме, что обнародованные обвинения не соответствуют ее собственному опыту жизни с Мэнсоном на протяжении 7 лет. По ее словам, они расстались из-за наркотиков и измен. Актриса и активистка движения Me Too, Роуз Мэггэн, которая встречалась с Мэнсоном в нулевых, заявила, что в их отношениях все было не так, но это не имеет никакого значения. Она поддержала Эван Рэйчел Вуд и других девушек, выступивших против музыканта. Кстати говоря, стоит отметить, что Брайан не только выдающийся музыкант и записал один с альбомов с группой, но и также он снялся в 20 фильмах с 96 по 2020 года, причем в некоторых в роли самого себя, а в одном только принимал роль в озвучивании. Также про него написано 5 книг, 2 из которых еще не изданы. Несмотря на всю эпатажность, сценический образ и разные амплуа, не стоит забывать, что под этим скрывается обычный, творчески неординарный человек. И не стоит принимать слишком близко к сердцу его поведение на сцене и в клипах. Но никто и не советует вести похожий образ жизни. Каждый идет своей дорогой. Никогда еще слава не приводила человека к стопроцентному счастью. Продолжение следует...